Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, доктор Кравцев. Сегодня у нас ваша любимая тема – это то, как управлять нарциссом. И, соответственно, чтобы не растягивать этот выпуск и не перерассказывать все, что я вам уже говорил, чтобы сообщить вам только новую информацию полезную, я вам просто вас направлю для тех, кто новенький на канале. У нас есть плейлист «Нарциссы», у нас есть плейлист «Психология», пожалуйста, там вся базовая информация есть. А здесь я уже проговариваю какие-то вещи, которые не затронуты в других выпусках и, соответственно, которые требуют отдельного внимания. Ну, давайте начнем. Выпуск получится достаточно короткий, я надеюсь. Значит, получается, что нужно учесть, да, задетую самооценку нарцисса, нужно учесть, что люди находятся, как правило, да, нарциссизм – это все-таки как минимум акцентуация, иногда уже и психологическое расстройство, да, личности. То есть человеку эмоционально очень-очень плохо. И вот это вот эмоциональное плохо длится у него достаточно долго, может быть, там, с подросткового возраста, в зависимости, конечно, сколько лет человеку, но как минимум уже несколько лет. И теперь давайте вот что учтем, что не я прежде не говорил, коснулся этого, вот недавно обратил внимание, это в своей практике, те вещи, которые я сейчас обговорю. Значит, не говорят почему-то и другие, по крайней мере, ну, мои коллеги, да, кто там по психологии снимает выпуски. Обратите внимание, то есть, когда мы, человек чем-то заболел, да, когда мы пишем факторы риска, да, сопровождающие эту болезнь, то мы помимо там вредных привычек всегда указываем стресс. То есть ни для кого не секрет, что стресс настолько является патогенным фактором, что он фактически разрушает нас изнутри. И получается, что при нарциссическом расстройстве очень сильно рано или поздно страдает гормональная система. Раз страдает гормональная система, то человек приобретает, ну, проблемы с гормонами, а гормоны всегда влияют на поведение человека. Таким образом, получается, что ваш нарцисс, он становится таким гормональным нарциссом. Поэтому, если вы решили с ним как-то взаимодействовать качественно, да, как-то им управлять, то так или иначе потихонечку его нужно склонять в сторону какого-то лечения. То есть как минимум, как минимум, нужно, конечно, стараться минимизировать его стресс. Любыми путями. Можно отвезти к врачу, да, пройти какой-то скрининг, делайте скрининг. Нельзя отвезти к врачу, а зачастую они не хотят к врачу, то хотя бы, я не знаю, какими-то травками, муравками, соответственно, спасаться. Если у нас нет возможности каким-либо образом нашего нарцисса везти к врачу и так далее, то мы стараемся максимально зарядить его на здоровый образ жизни, по крайней мере, минимизировать его употребление курением, алкоголем. Это часто тоже проблема, частая сопровождающая нарциссов. Также нужно помнить, что алкоголь и наркотики – это те вещи, которые могут привести к нарциссическому расстройству личности. В частности, есть множество исследований, которые показывают, что при употреблении некоторых наркотических веществ фактически около 80% людей приобретают нарциссические черты. То есть это банальная биохимия нашего тела. И об этой биохимии не следует забывать, потому что мы очень часто говорим о психологии, о каких-то словах, о манипуляциях, и забываем о том, что у нас на самом деле внутри первопричины. Эти первопричины, если вы живете с нарциссом, нужно учитывать. И нужно, соответственно, стараться на них как-либо влиять. Соответственно, если вы уговорите вашего нарцисса попить какие-то хотя бы седативные, то это будет просто замечательно. Ну, простейшие седативные, даже если как ритуал завести, поменять чай на ромашковый. Я всем привожу пример, что начинать нужно с малого. Если заводить какие-то седативные, расслабляющие ритуалы, то как минимум, как минимум, у него не будет потребности самоутверждаться. По крайней мере, не то, что не будет, она будет меньше, эта потребность самоутверждаться за счет, соответственно, издевательств и унижений за счет вас, потому что уровень его стресса будет низкий. Это один из способов управления нарциссом на самом деле. То есть не обязательно идти на войну. Если вы очень близко рядом находитесь с нарциссом, это ваш родитель, ваш сын или ваш муж, то, соответственно, можно подумать, как сделать так, чтобы минимизировать его уровень стресса. Не всегда это получается, я согласен, каждая ситуация индивидуальна, но иногда, иногда, когда вы еще отдельно не живете, когда есть точки соприкосновения, можно вполне договориться, чтобы устроить хотя бы какое-то, если уж не лечение, то какие-то седативные ритуалы. Тем более нарциссы очень любят, когда за ними ухаживают, поэтому если вы будете какой-то чай приносить, много седативных сборов есть, он будет чувствовать, что за ним ухаживают, ему будет это нравиться. Случай из моей практики, когда женщина собирала таблетницу всяких витаминов, и туда просто клала, есть седативные БАДы, опять же, даже не препараты растительного все происхождения, и это помогало человеку, помогало справиться, тем более, что если вы откроете DSM, вот, или прочитаете, у меня был выпуск с Монгом, с моим переводчиком, кому интересно, находите, смотрите, очень часто, да, в тексте сравнивается нарциссизм и бар. Почему так происходит? Потому что нарциссизм и пополярное расстройство личности, ну, они бывают, очень часто сочетаются. Пока нет точных исследований, сказать, что одно вызывает там другое и так далее, мы просто, ну, как бы на процессе исследования выясняем, что биполярщик, он нарциссичный, или нарцисс имеет биполярку, да, вот, и, соответственно, таким образом, таким образом нужно все-таки стараться помогать таким людям, как с точки зрения, да, классического, ну, хотя бы там около медикаментозного воздействия, чем нежели просто читать какие-то дешевые манипуляции. Из разряда я сегодня сманипулировал, я сегодня там сторговался за разрешение, что мусор выносит он, а завтра он что-то придумал. Чтобы не включаться в эту бесконечную войну с помощью манипуляций, можно пытаться решить проблему на корне. вот такая вот идея, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я жду ваших вопросов в комментариях. Да пребудет с вами здоровье!